МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. А какое у нас самое главное событие? Ну как, весна, наверное, пришла? Точно. А весна – это, как известно, время обновления, время узнавать и учиться чему-то новому. Сегодня мы будем учиться играть в бильярд. А заодно расскажем вам обо всем самым интересном, что произошло в нашем городе за минувшую неделю. Вообще не умею играть, ни разу не пробовала, даже правила не знаю. Ничего, я тебе сейчас все расскажу, но, на самом деле, ничего сложного нет. Всему тебя научу, а потом ты мне будешь сдавать зачет по игре в бильярд. Ну вот, напомнила мне студенческие годы. Я, кстати, на этой неделе уже вспоминала свое студенчество, когда была на празднике золотая зачетка. Всем студентам в городе известно, что апрель – это не просто весна, это студенческая весна. Вот уже много лет традиционно студенты РГУ имени Есенина всю зиму готовятся к главному событию года. Организаторы стараются разнообразить любимый фестиваль и из года в год придумывают что-то новое. В этот раз, к примеру, решили наградить самых творческих студентов золотыми зачетками. Мероприятие возникло в нашем лагере «Актива». Мы его провели достаточно успешно, студентам понравилось, и решили его воплотить в жизнь именно в рамках студенческой весны областной. Сегодня попробуем, она у нас первая, но я думаю, у нас все получится. 8 апреля на сцене Дворца детского творчества состоялся гала-концерт первой студенческой премии «Золотая зачетка». Самые смелые выступили в номинациях «Танец», «Вокал», «Оригинальный жанр», «Художественное слово» и «Инструментальное искусство». Отбор к участию в фестивале был довольно строгим. Примерно половина желающих показать себя отсеялась еще во время кастинга. Однако, несмотря на это, гала-концерт все равно получился довольно внушительным. Около 40 команд с разных факультетов представили на суд зрителей и компетентного жюри свои номера. Самой популярной среди участников стала номинация «Вокал». Оказалось, что студенты в большинстве своем очень любят петь. Да и в целом «Золотая зачетка» в очередной раз подтвердила – учеба учебой, но повеселиться и выступить на сцене студенты всегда время найдут. Итак, педагогических способностей у меня никогда не было, предупреждаясь сразу. Так что просто надо смотри, повторяй так. Вот, держишь вот так вот на большой пальчик. Мне прямо сейчас повторять? Хочешь повторять? Хочешь, смотри. Вот, и разбиваешь. Вот видишь, у меня закатился не полосатый шарик. И куда ты? Значит, ты знаешь, значит, я забиваю только не полосатый. И забивать можно вот только белым шариком, больше никаким. Что-то это слишком, мне кажется, сложно на самом деле, потому что в детстве я другие представления об игре имела. Мне казалось, что это куклы, все так спокойно. Ну да, безусловно, в куклы играть гораздо проще. Но вот сделать куклу совсем не так. Просто, как кажется, и далеко не все это умеют. Эти дети в куклы не играют, а создают их своими руками. Обучают этому нелегкому и кропотливому мастерству в дизайн-студии «Каскад» Дворца детского творчества. Студия существует уже около четырех лет, но только этой весной педагоги и занимающиеся там дети решили представить на суд рязанского зрителя результаты своей работы. Вдыхая в кукол жизнь, именно так назвали они выставку кукол, сделанных собственными руками. Выставка эта открылась для всех желающих в Дворце детского творчества и буквально поразила представленными на ней работами. Ведь каждая кукла – это маленький шедевр. Каждая кукла – это какой-то образ. Образ, рожденный, возможно, в снах или под впечатлением каких-то сказок, под впечатлением просмотра мультфильмов. А может быть, это вообще какая-то идея фикс, которая пришла ребенка. Вот он ее реализовал в своем этом сюжете. Но мы гордимся тем, что у каждого этого ребенка эта кукла останется, наверное, на всю жизнь. Выставка получилась грандиозной и по количеству работ, ведь представлено здесь более 80 кукол. Когда вот этот зал наполнялся другими выставками, проходили, то заполнял его город. И я как бы себя поймала на мысли, что мы смогли этот зал одни. То есть нашей студии только авторскими куклами заполнить именно этот зал. Здесь мы можем увидеть кукол, сделанных в самых разнообразных техниках. Это и папье-машеи, роспись по ткани, и валяние, и лоскутная пластика. Возраст участников также различный. Есть и самые маленькие, которые только пробуют себя в изготовлении авторской куклы. Есть и более опытные мастера. Так, например, Валерия Ахапкина является лауреатом многих всероссийских конкурсов. Она уже полностью осознала, что, создавая куклы, мастер действительно вдыхает в них жизнь. Когда ты начинаешь придумывать, кажется, что он должен получиться такой, как ты себе представляешь его где-то внутри. А когда начинаешь делать, многие вещи меняются. И даже иногда, ну не то чтобы характер, вроде бы одно и то же получается, но все равно расхождение с образом изначальным и получившимся, ну, мне кажется, большие. Представлены на этой выставке работы и совсем взрослых учеников. Педагоги дизайн-студии «Каскад» планируют и дальше развивать направление создания авторских кукол не только среди детей, но и среди людей старшего возраста. А в сентябре, возможно, нас ждет еще одна более масштабная выставка, посвященная куклам. Ну а с этими работами вы можете познакомиться во Дворце детского творчества до 15 мая. Итак, смотри, объясняйте еще раз. Значит, ставишь ручку, аккуратненько ударяешь, и у меня он не закатит. Ты вообще меня слушаешь? Ирина, я вот с этой штукой себя чувствую, как Джеки Чан. Восточное единоборство, мне кажется, с такими же палочками, да? Да, только в восточных единоборствах вот такие палочки называются не палочки, а бо. А вообще работа с оружием – это целое искусство, которое называется кабудзюцу. И вот ему, рязанских спортсменов, обучал Джулиан Митт, мастер из Англии, обладатель шестого дана по афинавскому каратэ и кабудзюцу. Восточное единоборство с каждым годом становится все популярнее и популярнее. Каратэ, айкидо, дзюдо, а теперь еще и кабудзюцу. Этот вид боевых искусств пока не столь популярен в нашей стране, но все впереди. Сегодня русские мастера восточных единоборств начинают уделять все больше внимания именно работе с оружием. Все мастера каратэ на акинаве, они занимаются пустой рукой, как говорят те, пустой руки, и в то же время занимаются работой с оружием. Работа с оружием – это как раз и есть кабудзюцу. Туда входят все основные традиционные виды оружия, такие как бо, шест, сай, трезубец, тонфа, рычаг, нанчаку, цепь для молота риса, кама, серб и так далее. Обучение этому старинному воинскому искусству в нашем городе положил начало семинар Джулиана Нида, обладателя шестого дана по акинавскому каратэ и кабудзюцу. Впервые он посетил Рязань в мае прошлого года, но в начале апреля он вновь уже в третий раз прибыл к нам из Лондона, дабы обучить рязанских спортсменов всем премудростям этого древнего искусства. Цель моей поездки – это научить рязанцев руку кубуджутсу. Руки кубуджутсу связано с каратэ. Это искусство тесно связано с каратэ. И особенно с рукопашным боем. И для меня это попробовать и построить сильную группу студентов в Рязан. И одной из моих целей является построение образования хорошей, подготовленной группы среди рязанских любителей каратэ. Сенсей Джулиан на протяжении шести лет обучался всем премудростям окинавских единоборств в Японии у одного из известнейших мастеров – мотокасу и науи. После возвращения в Англию Джулиан Мид основал ассоциацию Рюкё кубуджутсу Великобритании. А сегодня он ездит с семинарами по всему миру и передает свои знания мастерам и спортсменам различных стран. Учитель отмечает, что при посещении нашего города он был приятно удивлен уровнем подготовки рязанских спортсменов и количеством детей, обучающихся восточным единоборствам. Сегодня утром у нас была утром тренировка и я посмотрела на уже продвинутых студентов и их уровень подготовки довольно впечатляет. Я обычно не учу детей, но в Рязани отношение детей к данному виду спорта очень впечатляет и, конечно, обескураживает. В этом семинаре приняли участие представители различных стилей и направлений боевых искусств из нескольких городов России. Приехал сюда и ученик Джулиана Миды из Германии. Работа на этом семинаре была посвящена двум видам оружия – бо и сай. Базовая техника дается сначала, потом учитель смотрит, если ученики воспринимают ее, делают нормально базовую технику, он дает дальше, постепенно прибавляет, усложняет эту технику. Меньше слов и больше дела похоже именно такого принципа придерживается Сэнсэй Джулиан. Смотри и повторяй, так его обучали в Японии и именно так он обучает сегодня спортсменов во всем мире. Языковой барьер этому процессу не помеха, ведь кабудзюцу – древнее искусство, которое нужно познавать телом и душой. Ладно, наверное, все-таки мне стоит попробовать хоть разочек. Сейчас попробую. За конец-то не держи, тебе же так неудобно. Да мне никак неудобно, если честно. Ну да. Нет, а что? Неплохо. Уже неплохо. На самом деле у меня ничего не получается, и я, в общем, пас. Не буду я больше учиться. Марин, я впервые вижу, что ты сдавалась. Даже дети в таком достаточно юном возрасте учатся чему-то более сложному, чем игра в бельяр. Например, юриспруденция. А ты каких-то шариков испугалась. Встать, суд идет. При этих словах ожидаешь увидеть важного судью в черной мантии, сурового прокурора и солидного, уверенного в себе адвоката. Все так. Вот только сегодня перед нами учащиеся старших классов школ Рязани и области. Именно они будут играть вышеперечисленные главные роли судебного процесса, а также свидетелей, конечно же, обвиняемых. Такой взрослой игрой еще в марте открылся фестиваль игровых судебных процессов. Он проходит в рамках седьмого сезона регионального проекта по взаимодействию школьников и судей «Знакомьтесь, судебная система России». Данный проект предполагает знакомство старшеклассников с правовой системой не только в теории, но и на практике. Сначала они приходят к нам в областной суд. Мы проводим для них силами пресс-службы экскурсию по залам судебным. Рассказываем, что такое уголовный процесс, что такое гражданский процесс, чем они отличаются, кто такие участники процесса. Рассказываем, какое законодательство регулирует работу судов. Все ли на самом деле может сказать судья в рамках судебного процесса, но относительно, например, сравнения с учителем в школе. То, что он даже тем, что он произносит в рамках процесса, все это четко, очень законом выверено. Ничего случайного ни в одном судебном процессе нет. И после того, как они знакомятся с работой областного суда, они начинают работать в районных судах. Они также там проходят с экскурсиями, знакомятся с сотрудниками аппарата, беседуют с судьями. И самое главное, они начинают подготовку к работе над собственным игровым судебным процессом по предложенным фабулам. С ситуациями, предложенными в фабулах, может столкнуться каждый, но далеко не все знают, как с правовой точки зрения вести себя в них. А эти ребята знают, причем гораздо больше, чем многие их сверстники, и даже больше, чем многие из нас. Дмитрий сегодня выступит в суде в качестве адвоката. Его подзащитный украл мобильный телефон. Моего подзащитного обвиняют в разбое, а я настаиваю на том, что это грабеж. Ну и в конце концов, я свою точку зрения отстаю, дадут ему два года условно, ну все нормально. Открыли фестиваль две самые сильные команды – Ижевская и Тумская школы. Одна из них разыграла административный процесс по флешмобу. Его организатор призывал жителей поселка прийти к зданию администрации и сложить ворные мешки с мусором. Таким образом, он хотел обратить внимание местных властей на антисанитарную обстановку в поселке. Ведь здание администрации – одно из немногих, рядом с которым стоят урны. Обвинить его пытались, правда, безуспешно в призыве к несанкционированному шествию. Та фабула, которая сегодня была разыграна административного процесса, она вообще достаточно редко используется. Она достаточно сложная, но при этом она достаточно интересная и жизненная. Поэтому нам как раз очень хочется привлекать внимание молодежи к тому, то есть помочь им осознать то, что любая подростковая игра, самая невинная, она, в общем-то, какими-то политическими силами или какими-то людьми, она может использоваться в той или иной степени. И дети, в общем-то, не ведая того, могут… Ну, ими можно сманипулировать, и они могут даже не просчитать полностью последствий. Участие школьников в данном проекте способствует формированию у них определенного уровня правовой культуры. Кто знает, с чем им придется столкнуться в жизни. А знания такого характера никогда не бывают лишними. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. В следующий раз мы обязательно придумаем еще что-нибудь интересное и расскажем вам что-нибудь новое. До встречи ровно через неделю. Пока. Салон красоты Византия, площадь Политаева, торговый центр «Кристалл», второй этаж. Телефон 99-26-92. Салон красоты Византия, площадь Политаева, торговый центр «Кристалл»